здравствуйте дорогие друзья вас приветствует галена конышева это продолжение темы кто захватил планету и творит на ней зло для начала хочу поблагодарить всех кто поддерживает мой канал финансово эта помощь мне очень важна и нужна благодарю всех кто пишет комментарии кто участвует в обсуждении вот сейчас я хочу перейти к комментарию по теме этого фильма александр днк написал по поводу первого десанта вторжения кипрос мажейка известный специалист по индокитаю скорее всего работающий под прикрытием журналиста на советскую разведку и имеющий доступ к секретным данным знакомый многим как писатель кир былучев у него также было много других псевдонимов в своей повести для детей лиловый шар из цикла про алису селезнева писал что сначала на планету которую хотят колонизировать высаживается десантный корабль который прячет на ней оружие лиловый шар который нужное для вторжения пришельцев время активизируется с космической орбиты шар взрывается и выпускает из себя вирус ненависти местные аборигены убивают себя сами бессмысленных войнах затем спускается инопланетный десант который защищает территорию от местного населения не способного оказать серьезное сопротивление под видом детской книжки эта информация прошла на ура по ней даже сняли детский фильм про череду войн на земле прокатившийся со времен распада римской империи можно говорить бесконечно но по всей видимости вот римская империя она во первых никуда не делась она продолжается и четвертый рейх это тоже продолжение той самой фашистской римской империи так что она не распадалась она просто меняет шкуру что называется свою как змея меняет шкуру так и вот это римская империя она тоже меняет шкуру под римской империи как Как раз и мы понимаем Дрангнахоста, поход на восток, бесконечный, постоянный поход на восток. То есть к нам сюда. Вот у них какой-то бзик, у них какой-то вирус или программа, им надо вот сюда перейти, чтобы здесь найти свои могилы. Ну вот населению Европы. Далее. Информацию про подземную Москву пишет Александр Демника. Другой у него комментарий тоже очень интересный. Информацию про подземную Москву можно было получать и в советское время. Только все это подавалось под видом развлекательной литературы, в том числе и для детей. Так Анатолий Рыбаков в своей повести «Кортик» описывает, как пионеры, следившие за бывшим белыми офицерами, попадают в огромные подземелья с кирпичными колоннами и высокими сводчатыми потолками под домами в Москве на Арбате. Действие повести происходит в начале 20-х годов. Один из пионеров говорит, что эти подземелья тянутся по дну Москвы реки, и по ним можно выйти на ее другой берег. Другие пионеры над ним смеются и не верят ему. Я запомнила это еще с прочтения повести в детстве. Так информация, которую нельзя было распространять напрямую, передавалась через художественную литературу, которая не подвергалась такой цензуре, как научная. Совершенно верно. Вот вы сами тоже находите эти подтверждения. То есть вот то, что говорят альтернативщики, и в том числе у меня свои собственные исследования, мы параллельно все приходим к одним и тем же выводам. Общими коллективными усилиями. То есть у нас такой некий Грегор уже создался, который помогает нам быстро находить нужную информацию. Вот в этот момент, здесь и сейчас. Она приходит вовремя. Благодарю вас, Александр, за эту информацию про кортик в том числе. Вот я не знала, и, к сожалению, своему я не читала эту книжку. Я только фильм смотрела. В фильме, конечно, об этом не было сказано ни слова. А теперь я с удовольствием почитаю. Вот теперь уже более внимательно, углубленно хочу найти этот момент. Благодарю еще раз. Итак, продолжаем. Александр Волков написал книжку «Волшебник изумрудного города» по мотивам сказки «Волшебник страны Оз». Волков далее написал свое продолжение несколько книг приключений девочки Элли и ее младшей сестры Энни «Страшилы, храброго льва, железного дровосека» и «Татошки». То есть он взял главных героев, но дальше он уже развертывал свое собственное повествование. Книга «Тайна заброшенного замка» вышла после смерти писателей. Вот теперь тут интересно. Википедия пишет, что по словам Льва Владимирского, я так подозреваю, что Льва Владимирского, когда сказка после смерти Волкова готовилась к изданию отдельной книгой, ее текст дорабатывался другим автором. Ну вот почему-то не пишут, каким автором. Сравнение версий 1976 и 1982 годов показывает, что в процессе доработки книги и сюжета исчезло несколько глав. Также было исключено семь новых персонажей, роли оставшихся героев были частично перераспределены, кроме того, внесено множество более мелких правок. При этом в книге присутствуют заметные нестыковки с предыдущими частями в плане сюжетных ходов и географии волшебной страны, что намекает на то, что роль доработчика при написании повести была существенно больше, чем об этом упоминал Владимирский. Вот это я узнала только что. Вот только что, готовясь к этой второй части. Ну, вчера я еще об этом узнала. И именно об этом я хотела сказать в этой части фильма. Так вот, много лет назад я читала эту книгу впервые и еще не думала заниматься историей. У меня даже мыслей таких не было. То есть в конце 80-х годов. Я еще была очень молодая, но вот детям хотела читать эту книжку. И что-то вот она у меня не пошла, эта книга. Мне было ее тяжело читать. И она мне, честно говоря, показалась какой-то неинтересной, незахватывающей. А оказывается, она была доработана другим автором. Оказывается, здесь было понадергано несколько глав. И вообще очень сильно она поправлена, эта книга. Поэтому Волкова читать интересно, а вот этого правщика читать совершенно неинтересно. То есть фактически он испортил книгу. Сейчас выяснилось, что ее сильно цензурировали. И, казалось бы, стоит ли говорить нам с вами об этой книжке, о ее содержании. А я скажу, что стоит. Даже в урезанном виде, даже поправленном виде, на сегодняшний день, вот мы с вами сегодняшние. То есть вот представьте, давайте вот вернемся в прошлое. Давайте кто-то еще, может быть, даже не родился. Вот кто, может быть, моего поколения или кто чуть помладше. Вот 80-е годы, допустим, 86-й год. Давайте вернемся. У меня книжка как раз 86-го года. И оттуда, из того времени, посмотрим в день сегодняшний. Мы там, для нас, вот для тех, вот сегодняшний – это далекое будущее. Нам было, конечно, очень интересно узнать, что в этом будущем. Но мы близко не могли помыслить о том, какие события будут сейчас происходить. Мы помыслить не могли, что у нас нашу страну развалят и будут грабить, что придет опять фашизм. Мы помыслить об этом не могли. Ну так вот. Еще раз я хочу сказать, прежде чем перейти к осмыслению и обсуждению этой книги и того, что там написано, естественно, не все книги, а только отдельных моментов, потому что любая информация или книги, она нужна нам для сегодняшней жизни. Если просто умозрительная развлекаловка, то это потеря времени. Нам нужна такая информация, которая нам бы помогала находить ответы на свои вопросы здесь и сейчас, а не просто так. И я вам не просто так хочу привлечь ваше внимание и потратить ваше время и свое время на то, чтобы разбирать книгу, которая, в общем-то, нам ничего не дает. Нет. Она нам даст очень много подсказок, даже в урезанном и исправленном виде. Сейчас я хочу немножечко сказать о предшественнике, который дал идею Александру Волкову. Это книга «Удивительный волшебник из страны Оз», английский писатель и также «Мудрец из страны Оз». Детская книга американского писателя Лаймена Фрэнка Баума, вышедшая в свет в 1900 году. В странах бывшего СССР широко известен пересказ Александра Волкова «Волшебник изумрудного города», изданный им под своим именем. И дальше в Википедии пишет. Действие происходит в 1900 году. Сирота Дороти Гейл живет в Канзасе с дядей Генри, тетей Эм и пюсиком Тату. Действие 1900 года. Нет, это не действие, а это выход книги в свет. А действие происходит гораздо раньше. И сирота, вот теперь я обращаю ваше внимание, сирота, который живет с дядей и с тетей. Вот опять у нас сирота появляется. Ураган поднимает и уносит ребенка вместе с домиком и пюсиком. Ага, ураган, некий ураган, похищает ребенка. Вот слишком много сказок с похищением детей на этот момент, на конец 19 века. Это всякие гуси-лебеди, братец Иванушка, сестрица Аленушка. Это Нильс и гусь. Да, вот гусь Мартин тоже он похищает, улетает вместе с гусем. Очень много сказок, где гуси-лебеди похищают детей. И у Андерсона есть такие сказки. Это все приходится на второй половине 19 века. И это все не случайно, это подсказки нам. Как раз я еще раз говорю, что сирот слишком много. Слишком много по России воспитательных всяких домов, сиротских домов, вдовьих домов. А где же вообще мужчина? А где родители? Что с ними вообще произошло? Почему так много сирот? Уже во второй половине 19 века. Еще об этой теме я конкретные примеры приводила. Смотрите мой фильм. Я вам просто напоминаю. Очень интересный фильм, на мой взгляд, с расшифровкой слов. Слов – это путешествие по кроличьей норе, о чем пищали-пищали. И «Правила капитана». И еще фильм называется «Шарикова 19 века». Я тоже привожу подборку фотографий. А еще фильм «Кто строил Будапешт» про Мадьяр. Но об этом я уже скажу в третьей части по мотивам Александра Волкова про Урфин Джуз и его солдатиков. А сейчас, значит, возвращаемся к книжке тайно заброшенного замка. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...